жили-были два друга когда-то очень давно жили-были два друга два юных молодых парня ему же было лет по 18 может быть 20 и каждого из этих парней были свои цели один из парней хотел быть моряком ходить в море управлять кораблями перевозить грузы бороться со стихией а второй друг хотел стать фермером возделывать землю растить скот и хотел иметь хорошую большую семью и они знали об этих целях и они росли развивались уже начали работать каждый шел к своим целям и в какой-то момент тот друг который хотел стать мореплавателем он добился этого и ему пришлось как мореплавателю покинуть свой город и уже уйти плавать в другие страны и соответственно таким образом они потеряли связь друг между другом хотя выросли они в этом городе и очень хорошо дружили не разлей вода как говорится друзья прошло очень много-много лет лет двадцать прошло и этот мореплаватель оказался по работе опять в своем городе где он вырос и когда он сошел на берег он решил найти своего друга найти своего друга и спросить как он живет но когда этот мореплаватель уезжал в их дружбе произошло одно интересное событие событие заключалось в том что тот друг который уже хотел стать фермером он уже знал ту девушку за которую на которой он хочет жениться и когда этот мореплаватель уходил в море он только говорят алым занес да там была вот такая ситуация что эта девушка она была ну скажем так не самая красивая не самая лучшая и вот этот парень который хотел стать фермером и жениться на этой девушке он пришел к ее отцу а у него уже было 10 коров я уже было 10 коров и он сказал он пришел к отцу и говорит слушай я хочу жениться на твоей дочери и я тебе привел вот 10 коров забирай я буду жениться на твоей дочери и он приводит свою дочь но привозит другую он говорит на забирай а этот парень говорит нет я не хочу твою старшую дочь вот эту замуж брать я вообще люблю твою младшую дочь отец так посмотрел у него крит что типа ненормальные она же страшно она некрасивая она вообще убогая и за нее ты даже три коровы стыдно давать поэтому если хочешь давай три коровы и забирай его ну говорит за 10 коров забираю старшую мою дочь а этот парень наставил говорит нет я хочу заплатить за твою младшую дочь 10 коров я хочу на ней жениться и по итогу он конечно заплатил и забрал младшую дочь что происходило дальше и он и об этом всем знал его друг мореплаватель который вот-вот уже собирался уходить и он его тоже отговаривал грида она же страшно она некрасивая она худая она не только кости глаза в полы в общем обесценивал как можно по-энелторски расскажу обесценивал как может и а этот друг все равно уперся сказал нет это моя женщина я за нее готов отдать всех коров что у меня есть у меня есть 10 поэтому я хочу вот на ней жениться и так получилось что этот мореплаватель ему нужно было уже уходить в море ну то есть он не дождался свадьбы ничего этого не дождался и ушел но он знал что он точно уже женится потому что он друга свой знал что он упертый как баран так вот когда он вернулся в этот город он вернулся в то место где жил его друг 20 лет назад и оказалось так что этого дома уже нету да он разрушился стал ветки там просто уже поле и он тогда начал думать где же он может быть где мне его искать и он шел вдоль берега моря и увидел девушку очень красивую и он даже там захотел с ней познакомиться но он увидел что она замужем поэтому он просто подошел к ней спросил здравствуйте она вежливо ему ответила скажите а вы знаете такого такого-то человека там назвал имя фамилию и она говорит да вы знаете я знаю этого человека он у нас такой известный фермер и говорит ну вот он живет там-то там-то до сказал адрес и это друг пошел нашел этот дом и пришел в гости конечно же они обнялись как старые друзья начали разговаривать и друг гостеприимно его принял начал что-то накрывать на стол и он видит что у него шикарный дом у него все хорошо очень много продуктов 8 они начали рассказывать кто как жил эти 20 лет и самое интересное это друг то его вспомнил говорит ему что ну а как жена твоя он говорит да у меня все хорошо с женой и в этот момент заходит эта девушка невероятной красоты просто которую он встретил тогда на берегу это она оказалась его женой и ему подсказала адрес и он так не стал ничего говорить но очень сильно удивился он прям восхитился что это же за эту девушку даже отец не хотел даже трех коров брать и вот они общались все было хорошо они поужинали и он нашел момент чтобы когда его друг не слышит подойти к этой его жене которая уже стала просто невероятной красавицы и он спросил набрался смелости и спросил вид а это действительно ты тебя там так-то так-то зовут ты же была совсем другой я не представлял что ты можешь быть такой вот просто шикарный роскошный красивый смелый уверен и при то это я он брит а как тебе это удалось она говорит а я просто однажды поняла что я стою 10 коров и на этой веселой ноте я благодарю вас за этот день и увидимся завтра я и и и и и и